Уходящий 2022-й был объявлен годом повышения доступности муниципальных и государственных услуг. Сейчас многие из них можно получить удаленно. Но возникает ситуация, когда обратиться в то или иное ведомство нужно лично. Дозвониться до сотрудника, чтобы получить разъяснение или записаться на прием. И вот тут начинается квест. Невозможно найти нужный номер телефона, долго ждешь ответа горячей линии. Мы решили составить народный антирейтинг самых доступных и не очень ведомств и министерств нашего края. Нам, как журналистам, часто приходится обращаться в те или иные ведомства. Где-то с нами сотрудничают дружелюбно, а где-то профессионально игнорят. Обсудив с коллегами эту тему, пришли к выводу, что легче всего нам общаться с министерствами культуры, транспорта, промышленности и вузами. Но много банов получаем от пенсионного фонда, соцзащиты и МВД. Если так тяжело выйти на связь с журналистом, то что говорить об остальных людях? Росздравнадзор тяжело пробиться. Тяжело связаться, дозвониться по вопросам, касающимся здравоохранения. Здравоохранение я пыталась дозвониться, краевое, и не могла. В налоговую звонила, не могла дозвониться. Телефоны должны брать все сотрудники, находящиеся на рабочих местах, а не так, чтобы звонить пять номеров, и на шестой номер только кто-то возьмет трубку и тебе объяснит. В Казахстане нет таких проблем. То есть легко можно позвонить, сразу сотрудники отслужат? Да. У нас служба судебных приставов, да? Ну вот это, наверное, основная сложность. А в чем именно была? Ну и дозвониться. Нас записали только на 27-е, мы, получается, зря сюда приехали, и сейчас уходим ни с чем. И вообще бада. Давайте попробуем связаться с местным отделением МФЦ. К примеру, я бы хотела оформить загранпаспорт, посмотрим, проконсультируют ли меня по этому вопросу. Итак, заходим на сайт, ищем номер. Давайте позвоним по самому первому. Это бесплатный федеральный номер, посмотрим, будет ли он доступен. Итак, я ставлю на громкую связь. Абонент временно не доступен. Абонент, не абонент. Хорошо. Не оставляем попыток и набираем второй номер, он, по всей видимости, региональный. Здравствуйте. Здравствуйте. Мария. Голосовый помощник МФЦ Алтайского края. Задайте ваш вопрос. Я бы хотела получить загранпаспорт. Скажите, пожалуйста, вы хотели бы записаться на прием для получения услуги? Ну да. Или узнать перечень необходимых документов для получения услуги? И это тоже, да, да, да. Ну что ж, как мы видим, бездушные машины в таком случае никогда не смогут заменить работу обычного живого человека. Спасибо за консультацию. У клиентов ведомств нередко сдают нервы. Нам часто в редакцию звонят с жалобами на невозможность достучаться до нужных специалистов. Как показал опрос, который мы одновременно запустили в нескольких соцсетях, эта проблема весьма злободневна. Люди охотно голосовали за самые закрытые структуры. И, по их мнению, в топ самых недоступных в крае вошли пенсионный фонд, соцзащита, Роспотребнадзор и налоговая. А лидером антирейтинга стало Министерство здравоохранения. Голосующие также активно предлагали и свои варианты самых непрозрачных структур. К примеру, многие писали в комментариях, что недоброжелательно к людям служба судебных приставов. Мы же своим материалом хотим не столько раскритиковать уважаемые ведомства, сколько обратить их внимание на проблему открытости. Тогда и услуги людям можно будет получать быстрее, а самим министерствам повышать народную репутацию. Мария Мацав, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. День с толком.